Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова макроэкономическая статистика из США. Во-первых, в 15.00 по GMT ждем отчет по продажам домов на торричном рынке недвижимости и в 19.00 протоколы последнего заседания Федрезерва. Как раз протоколы точно могут стать источником повышенной волатильности доллара перед днем благодарения, перед продолжительными выходными. Поэтому я считаю, что сегодня активность на рынке будет даже выше среднего. Тем более, что после выхода данных по инфляции участникам рынка, да и нам, тоже требуется как можно больше сигналов непосредственно от руководства Федрезерва, от регулятора, о том, что же будет происходить с американской монетарной политикой. Мы вроде бы как попробовали сами разобраться, что будет делать ФРС, учитывая то, что индекс потребительских цен продолжает активное снижение. Но все-таки какие-то корректировки и несостыковки с реальными действиями могут быть. Поэтому я предлагаю, да, придерживаться конкретного плана того, что может произойти, но все-таки ждать вот этих сигналов от непосредственно американского регулятора. Также сегодня в 21.30 по GMT будут даны по запасам нефти США от Американского института нефти. На прошлой неделе в целом статистика по запасам нефти оказывала влияние на нефтянку. И если в этот раз мы снова увидим возобновление тенденции снижения запасов, то у цен на нефть, у бренд и WTI будет локальная поддержка в виде релизов, чтобы упрощить свои позиции и по возможности в идеале выйти на новые ХАИ, что нам и нужно. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 103.10. Я думаю, вы прекрасно могли заметить то, что с азиатской сессии мы видим очередной виток распродаж доллара. И в целом нисходящая тенденция продолжается еще с прошлой недели. Достиг ли доллар каких-то минимальных уровней, к которым он стремился? Я думаю, что нет. Мы можем увидеть значение пониже. Тем более, что сейчас как магнитом тянет доллар к себе поддержку в районе 100 пунктов. Туда американская валюта легко может прийти. Даже просто на импульсном движении, которое идет после выхода данных по инфляции. В целом, что давит на доллар, если вы следите за моей оценкой текущей фундаментальной ситуации и сами пытаетесь понять реальные движущие факторы именно в плане новостном. Понимаете то, что движение доллара полностью обусловлено прогнозом рынка будущих действий Федрезерва, учитывая снижение инфляции. Конечно же, сейчас практически 100% инвесторов, трейдеров, аналитиков уверены в том, что американский регулятор более не будет повышать ключевую процентную ставку. И раньше, чем думали до этого, начнет смягчать экономическую политику. Вчера на вебинаре мы обсуждали сроки первого снижения процентной ставки. Честно говоря, это так просто прогнозы, потому что сейчас очень трудно заранее понять, когда же все-таки произойдет этот важный шаг в корректировке монетарной политики. Будем ориентироваться, давайте, на середину следующего года, либо на второй квартал. Это прям самый оптимистичный сценарий для тех, кто хочет увидеть индекс доллара гораздо ниже текущих значений. Пока что условия созданы для того, чтобы ФРС начал обдумывать идею постепенного отказа от жесткой монетарной политики. Потому что, если инфляция будет и дальше снижаться такими темпами, то очень скоро окажется в районе целевого ориентира в 2%. И не будет ровным счетом абсолютно никакой необходимости проводить ту жесткую политику, которой придерживается ФРС на данном этапе времени. И ставка 5,5% будет, наверное, создавать гораздо больше трудностей для экономики, нежели чем обеспечивать условия, при которых инфляция будет дальше идти на спад. Ждем сегодня протоколы. Если они подтвердят, опять же, общую идею рынка, высокой вероятности этого, что ФРС может официально скоро завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики, и тогда увидим индекс доллара на гораздо более низких ценовых значениях. Если на данный момент оценить рыночный сантимент, то пока что все как раз за то, чтобы этот сценарий сегодня реализовался. Потому что мы видим, что большинство трейдеров, толпа находится в шартовых сделках по рисковым инструментам, что предполагает, конечно же, движение рынка против толпы, а рост рисковых инструментов, он обязательно должен быть связан с ослаблением курса американского доллара. Завтра заказан товар длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и мичиганский индекс. Самые важные релизы этой недели, то есть перед Днем Благодарения, мы на них остановимся детальнее и, соответственно, попробуем найти дополнительные сигналы будущих действий Федрезерва. Но прогнозы не очень, поэтому я думаю, что и статистика тоже будет скорее якорем для американского доллара. Золото 1992 доллара за тройскую унцию. Рыночный сантимент указывает на то, что всего лишь 28% трейдеров, то есть прям меньшинство подавляющее, находятся сейчас в длинных позициях. И есть высокая вероятность того, что рынок пойдет как раз по пути наименьшего сопротивления, это к новым локальным максимумам. Это был наш основной сценарий, наш основной прогноз. Мы также проговаривали его вчера на вебинаре, что золото снова вернется в район 2000 и в этот раз тестирование данного сопротивления может быть удачным и золото может закрепиться выше. До данного уровня остаются считанные доллары. Учитывая, как сильно валится сегодня доходность 10-летних от Трежерис, уже сейчас доходность составляет 4,39% и снижение 0,5% за одну торговую сессию, я думаю, что золото может протестировать психологическую планку в 2000 уже в ближайшие часы. Стоит ли там фиксироваться? Давайте пока поддержим эти длинные позиции, потому что в текущих условиях нет ни одного фактора, из-за которого можно было бы говорить о скором обвале. Котировка нефти. Европейская валюта и прочие рисковые активы, которые мы пока держим вне портфеля, фунт, например, в целом тенденция 1,0961, текущие котировки по евро, есть высокая вероятность движения в районе отметки 1,10. Фунт против доллара 1,2529. Очень интересный фундамент связан с тем, что инфляция в Англии снизилась до 4,6%. И, например, министр Англии Риша Сунок сразу же рапортовал, что он выполнил свое обещание и снизил инфляцию вдвое. И причем он позволил себе формулировку и заявление о том, что теперь следующим шагом будет снижение налогов. Это, конечно же, абсолютный бред, потому что Минфин не позволит, учитывая то, что налоги это то, что позволяет сейчас хоть как-то нейтрализовывать эффект катастрофического госдолга, который был накоплен за время пандемии. И на такие меры, конечно же, Министерство финансов не пойдет. Но это просто как бы риторика властей, мы все-таки говорим о каких-то макроэкономических индикаторах. И если вы считаете, что снижение инфляции это позитивный фактор для британской экономики, то в каком-то формате, ну может быть, да, совсем долгосрочно, если рассуждать, то снижение инфляции это больше позитив. Но не забывайте, что снижение инфляции сейчас дальше должно будет привести к снижению ключевой процентной ставки. А это уже условия, при которых усилится давление на британскую валюту. Я не хочу покупать фунт, потому что мне кажется его рост сейчас абсурдным, но при любой малейшей возможности и в случае нахождения какого-то интересного паттерна, либо серьезного фундаментального сигнала, я вам подскажу точку входа на короткую позицию. Австралийцы против доллара 0,6576, рост продолжается. Сегодня утром вышли протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Как и ожидалось, руководство регулятора подтвердило, что в случае усиления инфляционных рисков рассмотрят возможность еще одного повышения процентной ставки. Мы это, в принципе, и так и знали, но хотелось получить еще один сигнал от Резервного банка Австралии. Инфляция растет, да, в третьем квартале она выросла на 1,2%. Мы по-прежнему говорим о сильном рынке труда в Австралии, который будет поддерживать как раз дальнейшее усиление индекса потребительских цен. И в таких условиях, я думаю, что здесь очевидна дорога вверх для австралийца к нашей цели, которую мы поставили ранее на отметке 0,67. Доллар иена 147,50. Если вы считаете, что текущее снижение пар является следствием валютных интервенций, это не так. Валютные интервенции не проводились, я почти уверен, со стороны Банка Японии. И то, что сейчас мы видим с этой валютной парой, то, что происходит, нисходящая динамика, она является следствием ослабления курса американского доллара. И риторики Минфина и Банка Японии, которые закидывают на рынок, наверное, пользуются возможностью начавшегося вот этого нисходящего тренда, сигналы о том, что очень скоро может быть пересмотрена политика японского регулятора. Ну, в частности, Банк Японии в лице его руководителя повторяет то, что, уже неоднократно, кстати, это было озвучено, что при текущем темпе снижения инфляционного показателя, инфляционного давления, Банк Японии будет готов рассмотреть возможность корректировки монетарной политики. Но, да, потребуется еще время, чтобы стабилизировать инфляцию в районе 2%, как только это будет сделано. Конечно же, Банк Японии откажется от политики контроля кривой доходности облигаций и поднимет процентную ставку с отрицательных значений. Рынок давно не слышал этих формулировок, мне кажется, месяца 2-3 точно, поэтому сейчас это еще один сигнал, чтобы активнее покупать японскую иену. Стоит ли сейчас заходить в эту валютную пару? Я думаю, что пока нет. Даже женщина-сантимент сейчас показывает 50 на 50, поэтому высока вероятность и значительной коррекции вверх. Ну, и есть, конечно же, вероятность продолжения нисходящей динамики. Не будем работать с такими шансами 50 на 50, лучше подождем, более интересная картина и, соответственно, будем действовать. И что касается рынка нефти, 82 доллара за баррель сейчас, ждем заседания ОПЕК в эти выходные. Решение потенциально может касаться дополнительного сокращения производства нефти, либо продления добровольного ограничения производства со стороны России и Садуцкой Аравии на более продолжительный период ревни. В любом случае, это исключительно позитивные факторы для котировок нефти. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!